Трагедия, которая произошла в это воскресенье, напомнила людям о том, как легко потерять самообладание в стрессовой ситуации. Сотрудники Нижневартовской психоневрологической больницы рассказали, как этого избежать. Также на этой пресс-конференции они объявили об открытии горячей линии психологической помощи. Для тех, кому необходима кризисная психологическая помощь, линия будет работать в рабочие дни с 9 до 16 часов. Также хотела бы сказать о том, что прием ведут профессиональные психологи с многолетним опытом консультирования, большим опытом работы с людьми, которые попадали в чрезвычайные ситуации. Мы оказываем помощь бесплатно, анонимно. Как рассказали психологи, в стрессовой ситуации человек реагирует по-разному ввиду психогенных реакций. Из-за этого могут проявиться шоковые реакции. Они бывают нескольких видов. Галлюцинации и бред, ступор, агрессия, страх, дрожь, плач, истерика. Если вы видите человека в таком состоянии, специалисты рекомендуют действовать по следующему алгоритму. Если мы видим, что человек, попавший в чрезвычайную ситуацию, готов разговаривать, значит мы разговариваем. Если он плачет, даем возможность выплакаться. Можно и нужно ему оказывать поддержку. Находимся рядом, если говорит, даем возможность выговориться. Оказываем поддержку на вербальном и на телесном уровне. Можно взять человека за руку, крепко его обнять, накрыть пледом. После сильного воздействия на организм человека происходит эмоциональный сброс напряжения. Такой механизм можно назвать эмоциональным всплеском, после которого человек чувствует себя уставшим и утомленным. В этот момент ему нужно дать возможность отдохнуть, расслабиться и восполнить свои внутренние ресурсы. Илья Коваленко, Ирика Булганиев, телеканал Самотлор.